Проблема в чем? Что это жилье уже кому-то принадлежит. То есть после войны многие абхазы переселились из горных сел в города, которые опустили. И это был естественный процесс, потому что в городах некому было жить. Кроме того, многие люди потеряли жилье, и им просто давали ордера и вселили их в эти пустые дома и квартиры. И поэтому сейчас, как говорят представители муниципалитетов, с которыми я беседовала, сейчас достаточно проблематично принять такой закон, потому что тогда придется выкинуть на улицу сотни семей, а может быть тысячи. Скорее всего тысячи, потому что очень большое было переселение в город. Концепция, которую предлагает Россия, предусматривает такой вариант. Создание совместной комиссии российско-абхазской, которая будет рассматривать, собственно, иски и выносить решения, кого заселять, кого не заселять, кому отдавать, кому не отдавать. Но абхазская общественность, в частности оппозиция, они боятся того, что под этим соусом туда вернется большое количество грузинских беженцев из Абхазии. Вот, насколько я знаю, сейчас такая фигурирует цифра, 110-120 тысяч беженцев грузинской национальности живут в России и имеют российское гражданство. И вот, собственно, боятся, что эти люди, эти 120 тысяч вернутся и потребуют свои дома назад. А поскольку они российские граждане, то отказать им просто потому, что они грузины, естественно, никто не сможет. Но это глупо. Что касается закона о земле, который будет разрешать приватизировать как недвижимость иностранным гражданам в Абхазии, ну, то есть российским, так и землю, то российские власти настоятельно рекомендовали его принять еще весной этого года. Но это вызвало просто очень большое недовольство в общественных кругах абхазских. И я думаю, что власти Абхазии просто побоялись принимать этот закон. Парламент его даже не рассматривал, и я думаю, что не будет рассматривать, потому что, ну, вообще этот вопрос рассматривается очень давно, уже несколько лет. И все говорят, что вот в Абхазии неправильный закон, запрещающий россиянам там покупать недвижимость, и надо разрешить. Абхазское общество сопротивляется, потому что, ну, потому что они понимают, что если это разрешить, то они просто проиграют. Они не смогут ничего покупать, они окажутся абсолютно неконкурентно способными вот в этом, в этой борьбе за место под солнцем. Я думаю, что России нужно сохранять спокойствие и проявлять терпение. И ни в коем случае не давить на Абхазию. Понимаете, сейчас такая ситуация складывается, что Россия признала независимость Абхазии, и Абхазия как будто бы ей должна за это отдать недвижимость, землю и вообще все. Все, чего Россия потребует, Абхазия должна сделать. Вот у Абхазов, у многих такое впечатление, это неправильно. Мне кажется, что, ну, поскольку Россия признала независимость, суверенитет этой республики, то она должна с этим мириться. Если это республика суверенная, у нее может быть свое мнение, да, своя позиция по абсолютно любым проектам, которые ей предлагает Россия. И дуться ни в коем случае, конечно, нельзя. Практически все инвестиционные проекты российские, они реализованы или реализовываются сейчас. То есть речь идет о железной дороге, строительстве железной дороги. То есть РЖД туда приходит, и уже подписаны какие-то ключевые соглашения. Речь идет о добыче нефти на шельфе Черного моря в районе Ачимчиры. И достаточно много проектов, насколько я знаю, инвестиций в курортную инфраструктуру. И все это работает, все это реализовывается. Медленно, может быть, и действительно мешает вот этот закон о земле, который запрещает покупать землю. И, конечно, что многие бизнесмены не хотят поэтому туда идти, потому что при таком законодательстве они, получается, будут не собственниками земли, а всего лишь арендаторами. В принципе, отношения нормальные абсолютно. Просто России нужно немножко умерить свой пыл. И это все-таки не Южная Осетия, да. С Южной Осетией ситуация немного другая. Она абсолютно зависит от России. И в Южной Осетии, как мне кажется, нет еще того гражданского общества, которое есть сегодня в Абхазии. В Абхазии есть настоящая оппозиция, серьезная, которой прислушиваются власти. И если бы не оппозиция, то, я думаю, и эта концепция, и закон о земле были бы уже приняты давно. Продолжение следует...